Не стало маэстро. Во всём мире скорбят об уходе Дмитрия Когана. Ответила на актуальные вопросы. В преддверии нового учебного года министр образования пообщалась с родителями. Возможное повышение, прожиточный минимум пенсионеров может вырасти на 5%. С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Великий, гениальный, жизнерадостный, несущий людям свет. Таким запомнился Дмитрий Коган своим поклонникам, коллегам и ценителям настоящего искусства. Знаменитого скрипача, заслуженного артиста России не стало 29 августа. Он скончался в Москве в возрасте 38 лет от онкологического заболевания. Смерть знаменитого музыканта потрясла весь мир, в том числе жителей Неницкого округа. На сцене Дворца культуры Арктика Дмитрий Коган исполняет знаменитую грозу венецианского композитора Антонио Вивальди. Тогда окружных слушателей потрясло виртуозное исполнение маэстро. Вчера, как гром среди ясного неба, пришло известие о кончине великого музыканта. Молодой, безумно талантливый и жизнерадостный, ему было всего 38 лет. Как сказал в интервью всемирно известный скрипач Дмитрий Ситковецкий, смерть маэстро стала трагедией для всего мира музыки. Скоропостижный уход музыканта – большая потеря и для жителей Неницкого округа, которые познакомились с его творчеством благодаря Дням высокой музыки в Арктике. Он был художественным руководителем фестиваля классической музыки. На сцене Дворца культуры Арктика Дмитрий Коган трижды исполнял шедевры Мирового музыкального фонда. КОНЕЦ В прошлом году на третьем фестивале высокой музыки скрипач-виртуоз представил зрителям уникальный мультимедийный проект «Времена года» Вивальди. Произведение великого композитора он сыграл на скрипках величайших мастеров прошлого – Амати, Страдивари, Гварнери, Гвадонини и Вильома. После концерта нам удалось пообщаться с великим музыкантом. Но мне очень приятно, что к третьему фестивалю мы пришли к такой ситуации, что у нас единственная проблема, которая есть, это то, что все желающие, к сожалению, пока не могут попасть на концерты. То есть интерес с каждым годом рос, 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 вот как снежный ком, он накатывался, и сейчас мы получили просто какой-то беспрецедентный результат. Вы знаете, очень сложно что-то как бы прилепить к шедевру, легче свой создать, да, вот, а вот уже к готовому шедевру очень сложно его как-то улучшить или, не знаю, модернизировать. Но я себя утешал всегда тем, что музыка-то неизменно, а визуальный ряд, он идет, ну, как бы Вивальди мы, в принципе, нигде не корректируем. Мне кажется, красиво получилось. Красиво творить у Дмитрия Павловича получалось детство. Он родился 27 октября 1978 года в Москве в семье потомственных музыкантов. И, как говорят критики, был обречен на успех. Уже в 10 лет начал выступать с симфоническим оркестром, а в 15 дал концерт в Большом зале Московской консерватории. Затем ему рукоплескали самые известные залы Великобритании, США, Австрии, стран СНГ и Балтии. Последние аплодисменты великому маэстро прозвучат 2 сентября в Доме Союзов в Москве. Там состоится церемония прощания с Дмитрием Коганом. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал СЕР. Субтитры создавал DimaTorzok Министр образования и науки Ольга Васильева ответила на вопросы родителей. Глава ведомства провела общероссийское родительское собрание. Оно прошло в формате видеоконференции с телемостом из регионов страны. В Ненецком округе трансляция проходила на базе средней школы номер 4. В ней приняли участие представители профильного департамента, общественности, руководители и учителя образовательных организаций округа, а также родители окружных школьников. Во время традиционной встречи поднимались вопросы о возобновлении системы профориентации в школах, о проблемах медицинских кабинетов и защиты персональных данных, о перспективах коррекционных школ и их обеспечении современными медицинскими комплексами для обследования здоровья детей. Много вопросов поступило и о ремонтах школ за счет родителей и учителей. При этом Ольга Васильева подчеркнула, вопрос поборов в школах нужно решать на муниципальном уровне. По мнению министра, никаких поборов быть не должно, и каждый такой отдельный случай нужно решать совместно с правоохранительными органами. Отдельно руководитель ведомства остановилась на перспективах развития информационно-образовательного портала «Российская электронная школа». В его основу легли интерактивные уроки по всем школьным предметам от лучших педагогов страны. При этом на портале будут размещены не только методические рекомендации для учителей, но и музыкальные спектакли, виртуальные выставки и кинофильмы в помощь учителям. В 2018 году прожиточный минимум пенсионеров Нейнского округа планируют увеличить на 5%. По сравнению с текущим годом сумму предложено увеличить на 864 рубля, после чего прожиточный минимум для старшего поколения будет установлен на уровне 17 956 рублей. Соответствующий законопроект одобрен администрацией региона. В дальнейшем его рассмотрят на сессии окружные депутаты. Величину прожиточного минимума для этой категории граждан ежегодно определяют для установления социальной доплаты к пенсии. В Ненецком округе жители старшего поколения, чье пенсионное обеспечение вместе с региональной доплатой в 2708 или 3100 рублей ниже установленного минимума, получают ежемесячную доплату из окружной казны до уровня прожиточного минимума, установленного на территории субъекта. По информации отделения социальной защиты Нейнского округа, таких граждан 1239 человек или 9,5% от общего количества пенсионеров, проживающих в регионе. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, величина прожиточного минимума пенсионера устанавливается на основании потребительской корзины и данных Федеральной службы госстатистики об уровне потребительских цен на продукты питания, а также с показателями уровня индекса потребительских цен в Ненецком округе на 2018 год. В 2017 году в климатические благоприятные районы России с помощью государства переедут 32 семьи из Ненецкого автономного округа. Столько жилищных сертификатов на общую сумму в 45 миллионов рублей выделено по федеральной программе для жителей региона, решивших переселиться в более теплые края. В настоящее время такие сертификаты уже получили 28 семей на общую сумму в 40,3 миллиона рублей. Наибольшее количество участников программы по переселению составляют жители отдаленных сельских поселений Ненецкого округа. При этом большинство семей выбрали в качестве нового места жительства Архангельскую область. Средний размер сертификата в текущем году составил 1 миллион 400 тысяч рублей. Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по стране на второе полугодие 2017 года утвержден Минстроем в размере 38 тысяч 320 рублей. Программа переселения из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям за счет федерального бюджета реализуется с 1996 года. В программе могут принять участие уроженцы Ненецкого округа или жители региона, прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года. При этом стаж работы на Севере должен составлять не менее 15 календарных лет. Важным условием является отсутствие жилья на территории России за пределами северных регионов. Сразу два масштабных учения прошли в Ненецком округе. На нефтяном месторождении ликвидировали условный разлив нефти. Особое внимание спасатели уделили экологической безопасности. Объединение усилий и средств в борьбе с терроризмом в акватории морского порта прошли антитеррористические учения. На Инзерейском месторождении, которое разрабатывает компания «Лукоил Коми», прошли очередные комплексные учения аварийно-спасательного формирования. Главная их задача – оценить готовность спасателей к чрезвычайным ситуациям и технические возможности оборудования. Звонок в диспетчерскую, связь со спасателями и процесс запущен. Через несколько секунд на месторождении уже все знают – случилось ЧП. Согласно легенде учений, на одном из водоемов произошел разлив нефти. На место происшествия оперативно прибывает аварийно-спасательное формирование. Первоочередная задача – локализовать нефтяное пятно на поверхности воды. Для этого используют сборный бон. Он не допустит распространения нефтяного пятна по всей поверхности озера. С помощью лодки один конец бона перекидывают на противоположный берег водоема и приступают ко второй части операции. Переносная конструкция позволяет практически в любом месте организовать временное хранение жидкого углеводорода. Сначала струей воды нефть пригоняют ближе к берегу, а затем откачивают при помощи специальной установки. Скимерная головка, щетки, которые будут забирать нефть, и специальные пластины, на которых она скапливается, там такое углубление. А откачивающее устройство сразу на нем находится. И получается, со станцией управления регулируемый скиммер, вращение его, и устройство насоса, то есть больше-меньше. Набираем и откачиваем. Почистим. Тем временем берега озера обрабатывают сорбентом, чтобы не нанести вред водной экосистеме. К слову, весь процесс ликвидации аварии проводится согласно правилам экологической безопасности. Так, порошок сорбент, который впитал в себя нефтепродукты, утилизируют на отечественной передвижной установке. Собранная нефть утилизируется на ЦПС Инзерей, то есть откачивается в дренажную линию, потом подготавливается, закачивается опять несет сборную коллекцию. Не менее сложная операция по ликвидации разлива нефти и на суше. По легенде, один из резервуаров разгерметизирован. В результате – утечка нефти. Первым делом необходимо пролить противопожарную пену, а значит, в операции задействован пожарный отряд. Его главная задача – не допустить возгорания разлива. Если объемы утечки большие, устанавливается заграждение. Оно препятствует распространению жидкости по территории месторождения. Затем углеводород с помощью вакуумного аппарата собирают в переносной резервуар и утилизируют. Здесь именно оперативность. Время решает все в этом плане. То есть вовремя перекрыть, начать дренировать, установить заградительную стенку. Чем быстрее все это будет сделать, тем меньше будет загрязнений. Все действия аварийно-спасательного формирования комментируют наблюдателям, представителям окружной прокуратуры, главного управления МЧС России по Ненецкому округу, инспектору в области охраны окружающей среды, специалисту гражданской защиты. По итогам учений они дали оценку готовности предприятия к ликвидации чрезвычайных ситуаций. Итоги положительные. Команда работала слаженно, быстро, грамотно, оперативно. Команда прекрасно экипирована, оборудование. Все так, что надеемся, что справляется отлично. По словам Вадима Свящева, на предприятии делают акцент не на ликвидации аварий, а на их предотвращении. В целях профилактики чрезвычайных ситуаций компания следит за квалификацией сотрудников и технической оснащенностью месторождения. Когда защищал, аттестовал наше нештатное аварийно-спасательное формирование в ПАО «Лукойл» комиссии Минэнерго России, то обратили внимание на то, что в обществе «Лукойл Коми» у нас формирование очень по количеству спасателей большое, составляет 102 человека, аттестованных спасателей. И у нас технически оснащенные средствами. В этом году учения на Инзерейском месторождении приурочили Году экологии в России. Валентина Чибичик, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Еще одни учения на другого ведомства прошли в Ненецком округе. На этот раз главными участниками действий стали заложники и условный противник. По легенде антитеррористических учений, боевики захватили сразу два объекта. Одно из зданий морского порта и пассажирский теплоход. Как и в реальной жизни, террористы выдвинули определенные требования. Однако выполнять их полицейские и военнослужащие не спешили. Чем закончилось противоборство сторон, смотрите в материале Олега Хатанзейского. Любая масштабная спецоперация начинается с инструктажа. До полицейских и военнослужащих доводят самую последнюю информацию, сколько всего боевиков, чем они вооружены, какие выставляют требования, если заложники. Первыми на место условного ЧП, это территория морского порта, прибывают бойцы группы захвата. В бронежилетах и с автоматами в руках они предельно аккуратно подбираются к противнику. Задача остаться незамеченными, ведь иначе террористы могут открыть огонь на поражение. Один из боевиков сейчас находится в этом здании на третьем этаже. Внутри двое заложников. Бойцы группы захвата, тем временем, уже на своих позициях. Они контролируют обстановку и ждут дальнейших указаний. Еще один террорист находится внутри теплохода ИСАВЫ, известная как минимум о девятерых заложниках. Это пассажиры, члены экипажа. В случае не выполнения требований, боевик угрожает взорвать себя. В акватории дежурят военнослужащие береговой охраны. Если начнется штурм, они первыми окажутся на борту теплохода. Руководители штаба тем временем принимают решение начать спецоперацию по уничтожению противника. При этом одновременно, как на суше, так и на воде. Ни для кого не секрет, вести диалог с боевиками крайне сложно. Но они постоянно меняют свои требования, выполнить которые практически нереально. Приготовились? Приняли? Готовы. Лежать, полиция! Условного боевика полицейские ликвидировали за считанные секунды. Он даже не успел применить сопротивление. Вот и здания выводят заложников. Они целы и невредимы. Атака спецоперация проходила в акватории морского порта. Военнослужащие ФСБ приблизились к походу и открыли огонь по условному смертнику. Он успел привести в действие самодельное взрывное устройство. В результате взрыва пострадали все, кто находился на борту ЕСАВЭ. А пассажиров и членов экипажа эвакуируют спасатели. На место происшествия они прибыли на своем кате. Наша задача – это ликвидация последствий террористического акта, который заключается в том, что террорист там условный взорвал судно. На судне есть пострадавший, возник пожар. Огонь потушен, разлив топлива ликвидирован, пострадавшие в руках медиков. Масштабные антитеррористические учения на этом закончены. Впереди разбор действий всех участников тренировки. Впрочем, оценка уже поставлена. Сегодня можно сказать, что о том, что учения прошли успешно, можно поставить твердую четверку всем правоохранительным органам, всем силам и средствам, которые были задействованы в пресечении преступлений террористического характера. Те проблемы, которые были выявлены, будут решены и устранены в ближайшее время. Подобные учения будут проводиться и дальше, говорят руководители оперативного штаба в Ненецком округе. Главная задача таких тренировок – по максимуму отработать механизм слаженных действий между военнослужащими, полицейскими, сотрудниками МЧС, местными спасателями и представителями региональной антитеррористической комиссии. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно также на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...